добрый день дорогие друзья одна из тем которые часто поднимают мои пациенты на многочисленных консультациях эта тема астигматизма ей я посвятил посвятил целый ряд интересных фильмов посмотрите в ю тубе и точно так же на страницах моего сайта в разделе домашний университет доктора демского какой-то урок я не помню вы посмотрите там я также как и фильмах детальнейшим образом рисую картину астигматизма что такое астигматизм но прежде всего это неправильное строение роговички если мы откроем глазик вот так достанем нашу роговичку она как часовое стеклышко вставлено в часы она должна быть идеальной сфера я студентам показываю врачам вот я взял кусочек мячика отрезал вот это идеальная сфера стоит только вот так с деформировать а вот это уже деформированная сфера это есть уже астигматизм собственно астигматизм это отрицание точки то есть когда мы смотрим на кошку кошка проецируется у нас на сетчатки должна в точечку маленькая маленькая кошечка она в точку это есть астигма отсутствие точки я обращаю внимание на это это деформированная оптика глаза либо хрусталик но чаще всего это роговичка кошка так таком случае либо вытянутая так или под другим углом все эти тонкости вы увидите в моих фильмах да и не только в моих этому посвящены очень многие сайты поэтому но я старался сделать так чтобы вам было понятно почему студенты любят я все показано моделях но вопрос если выявлен астигматизм сразу очки да это врачебная ошибка в моей стране в других странах то есть другими словами если мы начинаем с очков это плохо почему есть астигматизм в пределах единицы разница по оптической силе в разных меридианах она не требует коррекции прямо читайте в книге оптометрия знаменитого на весь мир ученого юрий захарча розенблюма внимание пожалуйста как мы говорим к экрану внимание к этой книге оптометрия это не демский придумал не я а уж если например 0075 или 05 у ребенка тем более не нужно этих сложных очков а у нас поликлиниках сплошь и рядом сразу эти очки именно сложные очки рассматривается такой астигматизм как физиологический подчеркиваю физиологический он присутствует у большинства людей в той или иной степени а вот если он большой это уже патологически вот там нужны очки я обращаю ваше внимание что если есть астигматизм он миопический или гиперметропический если на фоне близорукости то тогда основная задача это лечение близорукости примеру на фоне астигматизма и с учетом его все эти технологии детально описаны просто я к чему говорю сейчас с чего надо начинать не с очков можно поднимать остроту зрения до единицы без всяких очков при наличии астигматизма если мы сразу назначаем цилиндр это своего рода костыль и тогда у пациент человека не будет у организма не будет стремление поднять остроту зрения развить его потому что мешать будет костыль тенденции желания не будет у организма а с ним надо считаться физиологию никто не отменял движение мозгами мышцами она должен быть везде постоянно и у пациента и у врача благодарю за внимание